Задание в два этапа, три часа на выполнение. На кону звание лучшего лаборанта химического анализа. В Ханты-Мансийске и Югорске сегодня начались состязания конкурса «Славим человека труда». Участие в нем принимают победители и призеры регионального этапа. Это и студенты, и уже работающие специалисты. Тему продолжит Евгения Ефременкова. Одно из заданий начинающих химиков – определить в воде наличие шестивалентного хрома, по-другому – полютанта, так называют загрязняющее вещество. Химик должен уметь это делать на раз-два, чтобы не нанести вред здоровью окружающих. У лаборантов-профессионалов задание на порядок сложнее. Опытные участники соревнуются в Югорске. Среди них Альмира Шакирова. Она принимает участие в состязании уже не в первый раз. Я уже была более подготовлена, знала, что меня ожидает. Была более подготовлена к теории. Практика мне тоже была известна. Определение хлоридов мы делаем у себя тоже на работе, а с определением вязкости мне был не так знаком этот анализ. Федеральный этап престижного для лаборантов конкурса «Славим человека труда» разделен на две части – это теория и практика. На решение 30 вопросов и 5 задач конкурсантам отводится 90 минут. А на то, чтобы показать умение на деле – 3 часа. Начинающие лаборанты проходят испытания в аудиториях и химических лабораториях Югорского госуниверситета. Повышение своего роста, таланта. В дальнейшем проще найти место работы и более высокий класс получаешь. Химик познается на практике, отмечают члены жюри. Подчеркивают, что именно точность и аккуратность указывают на профессионализм. За каждым испытателем внимательно следят наблюдатели. Они контролируют все действия конкурсантов. Наша задача – и выявить, и поощрить, и наградить именно за высокий профессионализм. Аккуратность. Вот у химиков-аналитиков аккуратность – это до педантизма. Любой химик, конечно, работает аккуратно, иначе могут быть несчастные случаи. Добавлю, лаборанты химического анализа считаются в российской промышленности одними из наиболее востребованных специалистов. Они работают во всех областях, связанных с анализом. Это пищевая, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также сфера современного материаловедения. Евгения Ефременкова, Александра Осипова, Андрей Широв. Вести Югория. Югорск. Ханты-Мансийск. Пока пишут.